Добрый день! С вами программа «Золотое семечко» и я Ирина Вачкова. Мы продолжаем знакомить вас с семенами фирмы «Уральский дачник». И сегодня познакомимся с новыми, я бы сказала, новейшими гибридами этой фирмы – огурцы. Ну, какой же русский не любит огурца? В городе Луховице огурцу даже поставили памятник. Ну и действительно, кто из нас не хочет летом сорвать огурец из своей грядки и похрустеть, да так, чтобы еще и запах был, и вкусно было? Ну, перед тем, как приступить к покупке огурцов, я все-таки рекомендовала бы вам почитать информацию на этикетке. Дело в том, что по способу опыления все огурцы можно разделить на три группы. Первая – так называемые пчелоопыляемые гибриды. Ну, то есть название говорит само за себя. Это огурцы, которые в основном предназначены для выращивания в открытом грунте, то есть там, где огурцы может опылить пчела или другие насекомые. Если такие пчелоопыляемые огурцы посадить в теплицу, то вполне вероятно, можно остаться и без урожая. Вторая группа огурцов называется самоопыляемые. То есть это огурцы, у которых в цветке есть и тычинки, и пестик, и поэтому опыление происходит самостоятельно, без участия насекомых. И третья группа – так называемые портенокорпические огурцы. Это огурцы, у которых появление завязи происходит без опыления. Ну, соответственно, у таких огурцов внутри нет семян. То есть семена есть, но в них нет зародышей. То есть портенокорпические даже и нельзя, в принципе, размножить семенами у себя в домашних условиях. Перед тем, как покупать семена, определитесь с планом посевов. Это не такой маловажный момент, как может показаться на первый взгляд. Тщательно спланировав посевы, вы определите точно, какое количество и каких именно семян вам необходимо. А значит, избежите ненужных трат. Ориентируйтесь на вкусы и предпочтения членов семьи, на возможности переработки и хранения урожая на площадь участка. Если вам негде хранить овощи зимой, вы не будете выращивать морковь, свеклу и картофель мешками, так ведь? Возьмите ручку и листок бумаги и последовательно запишите все овощные культуры, которые выращиваете на даче или хотели бы выращивать. Чтобы ничего не забыть и не упустить, удобно сгруппируйте их. Корнеплоды, свекла, морковь, репа, редька. Картофель, ранний для летнего потребления, среднеспелый и поздний для хранения. Листовые овощи, зелень, томаты, огурцы, бобовые. Чтобы расчет был точнее, список стоит конкретизировать. Например, если белокочаную капусту вы выращиваете преимущественно на засолку и совсем чуть-чуть для свежих салатов, то отдельной строкой можно выделить ранние салатные сорта и отдельно записать количество средней и поздней спелых. И начнем мы с вами знакомиться с новыми гибридами огурцов фирмы «Уральский дачник» с вот такой группой огурцов, которые относятся к самоопыляющимся гибридам. То есть они предназначены для выращивания в защищенном грунте. У таких огурцов, так же как и у портенокорпических, существует обязательная схема формирования. Ну, надо еще добавить, что все эти огурцы относятся к так называемому пучковому типу. То есть завязи формируются по типу букета от 7-9, а у некоторых даже до 11 огурчиков в завязи формируются. И, соответственно, такие огурцы выращивают только формированием одного стебля. То есть все боковые побеги, которые у нас с вами появляются, мы обязательно удаляем. А основная масса урожая формируется на одном единственном стебле, который мы тянем с вами до самой высокой шпалеры. Иногда до высоты 2 или 2,5 метра. Ну и начнем мы с вами знакомиться вот с такого гибрида, который называется «всем на зависть». Посмотрите, пожалуйста, в каждом узле формируется от 3 до 6 огурчиков. Причем все они такого корнишонного типа длиной от 9 до 12 сантиметров. Чем характерен этот гибрид? Прекрасно подходит для засолки, очень хорош для маринования. Ну и кроме всего прочего, еще и имеет хороший вкус и приятный, такой настоящий огуречный аромат. Отличается он еще устойчивостью к недостатку освещенности. А это значит, что этот гибрид подходит у нас с вами для выращивания в комнатных условиях или, например, на балконе или на лоджии. Из этой же группы, из группы самоопыляющиеся, вот такой новый гибрид, который получил название РМТ-Ф1. Этот огурец очень скороспелый, а также отличается пучковой завистью корнишонного типа. Огурцы дает очень дружно, урожай отдает хорошо и обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям, в том числе к мучнистой росе, к ложной мучнистой росе, к вирусу табачной мозаики. Еще необходимо сказать, что у этих огурцов очень длительный период хранения без специальных условий, то есть до 10 дней уже собранные огурцы сохраняют свои товарные качества. Ну, что немаловажно, например, для тех, кто выращивает огурцы не только для себя, но и на продажу. Ну и третий сорт совершенно уникальный. Посмотрите, пожалуйста, это гибрид, который называется сибирская гирлянда. Ну и действительно, весь стебель, весь побег как бы увешан, как новогодняя гирлянда, этими огурцами. Это супер пучкового типа огурец. В каждом пучке формируется от 7 до 11 огурчиков. Причем все они корнишонного типа, размер их 5-8 сантиметров. Ну и кроме всего прочего, они очень приятные на вкус, хрустящие, подходят для засолки, подходят для приготовления салатов. Ну и кроме всего прочего, очень устойчив к экстремальным погодным условиям, что немаловажно для нас с вами, когда мы с вами знаем, как только похолодание или дождливая погода, и огурцы сразу перестают завязывать новые плоды. В общем-то, получается такой перерыв в плодоношении. А здесь вполне устойчивый к погодным условиям и плодоносит практически начиная с июня месяца и до поздней осени. Это были три новых гибрида, которые относятся в группу самоопыляющихся огурцов. Но уральский дачник специально для нас с вами представил и вот такие четыре сорта, которые относятся в группу так называемых портенокорпических огурцов. То есть это огурцы, которые завязываются без опыления. Формируют эти огурцы также в один стебель, и все они относятся в группу суперпучковых. Ну, начнем, наверное, с вами знакомиться вот с такого гибрида, который получил название генеральский F1. Это огурец, у которого в пучке может быть от 10 до 12 огурчиков. Этот огурец также характеризуется тем, что устойчив к резким перепадам температуры, к понижению температуры ночью, и за счет этих своих таких уникальных сходь может продолжать плодоносить практически до конца августа, начала сентября. Ну и как все новые гибриды, огурец устойчив к различным гремлем заболеваниям. Следующий гибрид из этой серии, из серии сортов, которые мы формируем с вами в один стебель, это гибрид, который получил название MELS F1. Производители семян, уральский дачник гарантируют нам, что при хорошей нормальной агротехнике выращивания с одной плети, с одного огурца можно получить до 400 штук огурчиков. Правда, они должны быть небольшие, их нельзя выращивать до нормальных зеленцов. Собираем их в стадии корнишонов. Этот гибрид отличается еще и тем, что огурцов так много, что он требует очень хорошей подвязки, иначе под их тяжестью огурец просто может обвалиться. Ну и напоследок, этот гибрид устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики. Дело в том, что это самые опасные заболевания, из-за которых мы, как правило, недополучаем с вами урожай. Из этой же группы, из группы сортов и гибридов, которые формируются в один стебель, хочу представить вам сорт, который называется пучковое великолепие. Значит, огурец пучковое великолепие отличается тем, что устойчив к холодным температурам, и особенно рекомендуется для жителей Урала и Сибири. Кроме всего, это огурец, который очень хорош в засолке. Огурцы ярко-зеленого цвета, длиной 8-11 см, и характеризуется он очень обильным плодоношением, потому что в узлах формируется от 3 до 7 завязей. То есть практически вся серия как раз-таки относится в группу вот этих супер пучковых гибридов. Ну и последний гибрид, который сегодня мы с вами рассмотрим, огурец, который называется само совершенство, F1. Это огурец-корнишон, то есть это небольшие огурчики, 8-10 см, которые годятся как для приготовления салатов, так и для маринования и засолки. Надо сказать, что этот гибрид имеет очень раннее плодоношение, а самое главное – дружное плодоношение. Таким образом получается, что огурцы мы можем собирать от начала плодоношения, опять-таки, до поздней осени. Огурец стрессоустойчивый, а это значит, что он устойчив к резкому колебанию температуры. Значит, сегодня мы с вами познакомились с огурцами фирмы «Уральский дачник», которые можно отнести к двум группам. Первая группа – портенокорпические, то есть которые формируют урожай без опыления, и вторая группа – самоопыляемые, у которых вполне вероятно завяжутся семена, если мы с вами постараемся их изолировать. Ну, мы уже говорили с вами в прошлых передачах, как это сделать. Это огурцы, которые предназначены для выращивания в защищенном грунте и формируются в один стебель. Все и самоопыляемые, и портенокорпические, так называемые гибриды суперпучкового типа, то есть в каждом пучке формируется от 3-5, а у некоторых гибридов до 10 и 11 зеленцов. Ну что же, мне хочется, чтобы вы познакомились с продукцией фирмы «Уральский дачник», попробовали вырастить их у себя на участке и в конечном итоге потерялись бы с нами своими достижениями и сказали, насколько правильно мы характеризовали вам те огурцы, которые предлагает нам с вами фирма «Уральский дачник». Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»